Добрый вечер, я рад вас приветствовать за сходу на общий дом. Лекции второго тура, лекции, посвященные советскому периоду фотографии. Опять же, у меня это первая лекция, поэтому я считаю необходимым, как бы объяснить, и такие вступительные моменты. Что мы потихонечку, буквально потихонечку начинаем касаться российской фотографии, но как мы начинаем все-таки в контексте Санкт-Петербурга, потому что мы находимся здесь, и в тормозах эта история важна. Естественно, мы не в состоянии сразу покрутиться очень глубоко, и это какие-то пробные, какие-то шаги, но они интересны для нас, и мы надеемся, что они будут интересны в какой-то мере для вас, потому что они проясняют ситуацию того времени. Опять же, хочется сказать о такой вещи, что наш взгляд абсолютно субъективен. То есть мы как бы отмываемся туда и начинаем копать, копать что-то очень медленно. Сначала как бы один слой, потом дополняем дополнительные материалы, поэтому это длительный на самом деле процесс. Вообще история петербургской фотографии в контексте истории вообще фотографии России, она действительно интересна, захватывает все время, как только начинаешь об этом задумываться или что-то, задумываешься с какими-то материалами, сразу задумываешься интересными, окружаешься туда полностью. Я хочу сказать спасибо или выразить свою благодарность Владимиру Никитину, который является таким базовым уровнем, для вообще любого исследователя того времени советского периода. Хочу извиниться перед теми, кого мы не упоминаем по равным причинам в этой истории, потому что обладать практически всех авторов, которые здесь работали на все время, и невозможно, и эта работа требует на самом деле длительного такого глубокого окружения, что он будет до того, что это поднятие биографии. То есть у многих фотографов этих биографий не существует, поэтому мы как-то не знаем ни контекста их существования, и не можем просветить их некий творческий путь, чтобы понять, как вообще генинградская фотография того периода полностью взаимодействовала между собой, потому что это единственный бой. Называние этой лекции звучит так, в фильме лекции, я вообще не люблю слово лекция, скорее это показ с некими комментариями, размышлениями, которые строятся на обширном достаточно знании, но разорванном. Называется лекция у нас, вот эта встреча «Документальная фотография. Специфика. История личности». Чего все начинается? Начинается с того, что мы сейчас будем касаться очень сложной темы. Как только мы сформулировали это название, сразу возник вопрос о документальной фотографии, документалистике, документике, еще большого количества вопросов, которые, наверное, состоят и сейчас. Вообще, что такое документальная фотография, когда она прилипилась, была ли она вообще, например, до начала войны, в какой момент она стала проявляться дальше, то есть очень много вопросов, очень много вопросов. По этому поводу, и поэтому одна из таких длительных мышлений, она идет именно в этом направлении, попытка ответить на вопрос вообще-то была, когда эту документальную оставлять. Мы начинаем с первой картинки, я думаю, что вы ее хорошо рассмотрели. Это разворот журнала «Советское фото», 60-й год. Но, естественно, он как-то описывает принципы предыдущих периодов, 50-х годов. И картинки вы видите фоторепортеров, фотохудожников, вот если обратить внимание, да, как бы вот в том углу и вдруг фотохудожники. Видно? Узнаются. По большим камерам, это такие классические фотохудожники еще той эмоциональной эпохи, в которой преодолели этот убежь, выжили в СССР тогда, и, соответственно, продолжали что-то делать. И влиять вообще на тогдашнюю ситуацию. Но в основном это фоторепортеры. Не фото журналисты, но фоторепортеры. Они совершенно разные, у них разные специализации. Кто-то занимается или как бы снимает в пустыне, кто-то отправляется на Северный полюс, кто-то снимает на горах, кто-то путешествует по миру. То есть это действительно некое представление того, что было в 50-х годах, в 40-х 50-х годах, как советская фотография до того времени начинала распространяться, оживать и действовать дальше. Естественно, она возникается на работе военных двух корреспондентов, прошедших войну с большим опытом работы, и на некое представление о том, что мы уже живем в стране, на оставшуюся миру. Дальше мы переходим на снимок, который для нас в какой-то мере очень важен, потому что, опять же, мы сталкиваемся в истории фотографии и в истории ранее ее развития с тем, что первый любительский фотофонд появился в Ленинграде в 1953 году, и, соответственно, объединил как любителей, так и профессиональных фотографов. Практически моментально. Все начали ходить, все начали общаться, и, соответственно, это восползнул на самом деле процесс развития лечебной фотографии любительской. И этот снимок, снятый Юрий Евгеньевиченко в 1958 году, он так и теперь называется, увидели фотографии на съемке. Они были везде, они интересовались тем, что происходило в городе, но, по сути, эта фотография абсолютно точно повторяет нашу сегодняшнюю ситуацию. Как люди выходят на Неву, фотографируются на фоне Невы, и такая фотография для удовольствия в большей степени. В 1956 году в Ленинграде прошла первая послевоенная выставка Ленинградская выставка художественной фотографии. Она прошла по дебиле Ленинградского художника. И это понятно, что, по сути, мы здесь сталкиваемся с тем, что она показывала художественные произведения, задумываясь о том, что же это такое. В советском флоте практически сразу же была обнекована статья, рецензия на эту выставку, и мы с вами видим как снимки, которые были представлены на этой выставке, так и большой текст, описывающий что там происходило. Вообще, это очень интересно, потому что уже на этой страничке из журнала «Советское фото» мы видим, например, фамилию Перевозчикова. Это фотограф из Вятки в будущем. Он учился, здесь начинал работать, а потом как бы уехал уже на себе. Вот, в общем-то, фото-клуб в веках, именно такое название он предвещал в будущем, а в 53-м году, это Ленинградский городской фото-клуб, действующий при Выборском дворце культуры. Он продолжает действовать и сейчас, это не реклама, это как бы вообще дань какому упорству любителей, которые, в принципе, сумели сохранить этот клуб в течение длительного времени и, соответственно, продолжают что-то делать. Вот. Клуб объединял очень многих людей, потому что фундинга приезжали учиться, учиться, работать, а потом, соответственно, когда получали образование, они приезжали по всей стране. То есть, по сути, он еще и был страной как кузнецей Кадров, уже 19-го. Он как перевозчик, когда уехал в, соответственно, Киров, он стал лидером фотографической жизни того времени в Кирове уже. Если мы посмотрим на некую, где мы уже прочитали, может быть, кто-то, на некую политическую идею, то мы столкнемся с интересной вообще такой мыслью. Совершенно недостаточно был представлен на выставке фоторепортаж один из интереснейших жанров фотографий, требующих умения самые сжатые сроки увидеть и выбрать в происходящем событии самое существенное, типичное, выразительное. Малое количество репортажных из них объясняется, по-видимому, тем, что за редким исключением фотолюбители не занимаются репортажем, а фоторепортеров газет Ленинградского отделения ТАСС участвовало в выставке крайне мало. Вот такая вот сразу же низкая такая нота, потому что дни, по-видимому, не участвуют, другие просто не интересуются. И показаны действительно на другое время пейзажная фотография для Ленинграда и Петербурга и сейчас продолжают оставаться основным в основном важном направлении. Вот всегда было интересно снимать, и в Ленинграде как бы выпутались такие маршруты, по которым люди ходили, и сейчас продолжают ходить. Вот видите, как в принципе город очень сильно изменился, тогда это был цвет, полутени. это фотографии Евгения Равлянского, снимок работы, который, по сути, был линием этого направления, работая в фотохудожнике, он профессионал и изготавливал открытки. До сих пор эти открытки можно, в принципе, встретить, и они всегда каким-то образом очень сильно греют, потому что заставляют задуматься о том, как вообще меняется город. А потом Равлянский действительно один из самых сильных, пожалуй, фотохудожников Санкт-Петербурга, не в топе это было, и сейчас можно его таким считать. Это снимок военного фотографии кисла, и здесь стоит прокомментировать, что на самом деле этот снимок был сделан в 1937 году, но был показан уже, продолжал показываться уже в возлевоенное время. То есть еще одна вот такая вот фотография, которая показывает нам вид Ренинграда. И мы вот по этой фотографии уже начинаем понимать, что, в принципе, вид ренинградских фотографов в тот момент не очень были склонны к съемке людей в пейзаже, к включению их. Город был самодостаточным. Еще один профессиональный фотограф, который, в принципе, положил такую традицию или продолжил традицию съемки палета в павильоне, это Михаил Гершман. По сути, каждого фотографа, который мы здесь показываем, мы вновь открываем. Это такая удивительная история, что при отсутствии истории фотографии, написанной полностью от начала до конца, прописанной по именам, собранной по именам, мы очень быстро забываем фотографов, несмотря на то, что их следы продолжают еще оставаться. Опять, еще одна работа Юрия Дедиченко, вообще, это удивительная, если говорить о персоналиях, то его цель-пак, она, опять же, характерна, наверное, для многих фотографов, в истории того времени, приделав фотоклуб ВДК в конце 80-х, то есть 1958-го года, он достаточно быстро завливал некую такую славу, потому что снимал активно и активно пропагандировал свои фотографии. Вот это тот снимок, показывающий нам ремонт арки главного штата, который проходил годовщину 150-летия Санкт-Петербурга. В то же время стал ввести за ремонтажные документальные фотографии, вот мы можем посмотреть, какая литература начала выходить в то время, она выходила массовым тиражом, и в какой-то мере эта ситуация повторяла ту ситуацию, которая была в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в период 20-х годов, когда литература по репортажу была, наверное, самой востребованной литературой. Вот здесь фоторюбители фоторепортажа. Это значит, что, в принципе, уже в тот момент, как бы, ведется действительно осознанная работа по подготовке фоторепортеров. Здесь стоит еще, наверное, отметить, что послевоенный период уже характерен тем, что во время войны погибло достаточно много фотографов, которые были на тот момент уже профессионалами, и, соответственно, работали в газетах во время начала войны. А после этого кадровый голос возник. Это удостоверение тоже нашел только его, но его интересно посмотреть, потому что здесь мы видим, где готовили с 59-го, по-моему, года, где готовили фото-корреспондентов. Здесь написано, что это удостоверение получено в фото-корреспонденте, который учился и удовлетворил факультет фото-корреспондентов городского университета Раппоров при Ленинградском доме журналистов. То есть такая серьезная структура. Сначала там было годичное образование, а потом оно перешло на годичное образование. и если вы интересуетесь тем, что происходит сейчас в Санкт-Петербурге, то вы наверняка знаете, что факультет фото-корреспондентов продолжает существовать только в некой частной форме и продолжает готовить фото-корреспондентов для изданий различных. Есть еще один момент, который тоже стоит объяснять, потому что при неких исследованиях я, например, столкнулся с тем, что если мы сейчас набираем в Википедии слов в репортаж, оно как бы искажается, и оно более современно. На самом деле, чтобы понимать, как работали фото-корреспонденты, надо опираться на те фобулировки, которые были тогда, в свойственном времени. Это из цитата из такого справочника по фотографии 58-го года. То есть самое близкое действительно по времени. когда вы читаете это, наверняка, наверное, задумываетесь как бы о том, а как мы сейчас вообще воспринимаем репортажи. Есть ли сейчас у нас репортаж? Как для кого? То есть есть, например, репортажный метод, вот репортер существует ли такая профессия уже? Тот, который просто снимает репортаж. На самом деле, да, она продолжает существовать как новостное новостное направление, потом работают для интернет-порталов, еще для чего-то. Но в той ситуации, как ключевую фразу, мы можем взять очень простой маленький кусочек, так как происходящее в данное время иллюстрируется потасниками с места событий. То есть, на самом деле, фотография была как бы приложением к тексту. Уже был день. Еще одна книга, съемка фотоочерка. Видите, появляется какой-то такой вот цель, что это такое. Мы разберемся позже на примере того, как фотографы начинают работать в жанре фотоочерка. Здесь стоит добавить, что фотоочерк появляется еще, опять же, в 30-х годах, когда он начинает снимать его активно. Это такие развернутые рассказы, содержащие даже большое количество фотографий, и могут быть на каком-то уровне субъективного описания происходящего события. Плоть до того, что многие фотоочерки были созданы с применением постановок. С правой стороны, вот здесь, вот, руководитель фото-клуба ВДК, Герман Торпен, то есть, человек, который, по сути, реализовал фото-клуб, и долгое время поддерживал его работу, и с ним связан, наверное, самый сильный взлет в фотографии. Вам может показаться справа, что вы акцентируете все-таки на фото-клубе, говоря о репортаже, но, по сути, еще раз повторяю, что фото-клуб был узнятый кадр как для репортеров, так и для любителей. Недаром каждому члену группа выдавали вот такую вот памятку о порядке производства фотографических, кинематографических и прочих съемок на территории СТСР. На самом деле, эта памятка начисто разбивает очень многие лифы, например, как бы то, что нельзя было, ну, запрещено было снимать, например, выше второго или третьего этажа. Здесь об этом ничего не говорится. Другое дело, что как бы возможно, что это происходило, но здесь это не указано вообще. Вот если мы посмотрим, то включается производство всякого рода силных самолетов, и дальше идет перечисление того, что было нельзя делать военных объектов и тому подобное. Другое дело, что, опять же, город Ленинград в то время был наполнен с закрытыми производствами, которые были связаны с военным производством, и, соответственно, очень многие территории вообще фотографировать не разрешали. еще одна фотография членов фото клуба на съемках, и вы видите, на мой взгляд, очень интересный момент. Знаете, каждый фотограф, наверное, хочет подняться повыше, чтобы снять перспективу вот это вот пространство городское. И поэтому Георгин Гудокин, председатель, договаривался с машиной, с вот этой вот высшей, так называемой, горфины ламп освещения уличных. И, соответственно, выбирал группу фотографов, и они ездили, ну, в смысле, фотографы ходили, а машина ездила по определенным точкам, где залезали наверх и по очереди снимали. То есть получали совершенно неожиданные какие-то работы. Посмотрим чуть-чуть или какое-то количество там фотографий, которые вот здесь представлены. На самом деле я, конечно, не могу напомнить всех фотографов, которые работали в то время, еще раз извиняюсь, но для нас очень важно, что это снимали любители тогда, и как это все происходило. Вот только что мы видели, как снималось с вышки специально. А с другой стороны тут же Юрий Дедиченко рассказывает о том, что вообще можно было попасть куда угодно и снимать все, что угодно. В период 58-60-х годов, когда он активно снимал в городе, и вот совершенно спокойно они заходили к Петропавловской крепой, договаривались о возможности подъема на шпи туда, к Петропавловскому собору, и, соответственно, снимали сверху. Довольно-таки редкая фотография для того времени, потому что она как-то абстрактная, опять же, в какой-то мере и текается с ингредиентами 20-30-х, 20-х даже годов срочно, потому что такая резкая наклонная перспектива идет. и это давало возможность вообще делать панорамы и все что угодно. По сути, это такое открывание возможностей фотографии и возможностей взгляда сверху. Еще одна фотография показывает нам религиозный праздник в 58-м году, и снова мы сталкиваемся с тем, что, когда говорят, что это снимать нельзя, вот опять же мы сталкиваемся с тем, что это не то, что нельзя, но снимаем. И здесь стоит вопрос, действительно, что любителю многое интересно и многое доволено, в отличие от профессионалов, которые, фотокреспондентов, которые работали на издании и, соответственно, создавали какие-то сказки. В тот момент, в действительности, все украинские мероприятия наверняка не использовалось. Нельзя было публиковать, соответственно, не было такого большого интереса к этому направлению. Снова публикация в советском фото и снова критика, потому что ленинградцы участвовали, ленинградские фотографы участвовали во всесоюзной выставке о критике в честь 21-го света КПСС. И написано, что ленинградские фотокреспонденты оказались представлены исключительно славой. Большинство признанных ими работ было отклонено аппаратитетом в выставке, так как они лишены художественной завершенности и мастерства. В результате среди 247 работ, экспонировавших в Центральном доме журналистов, только 10 приближали 10 ленинградским авторам. На самом деле, то, что я сейчас говорю, это не критика, это интересно смотреть, как вообще развивается ленинградская фотография в тот момент. Несмотря на то, что первый фотоклуб, несмотря на то, что факультет фотокреспондентов начинает работать, но как медленно вообще формируется этот блок фотокреспондентов, которые могут участвовать в выставках. В какой-то мере можно говорить о том, что фонд репортера в тот момент это было просто ненужно. Но вся система работы Центра с регионами состояла в том, чтобы провоцировать постоянно на то, чтобы все участвовали в соревнованиях между собой. Соответственно, выставки, организованные журналом «Советское фото» и представителями государства, они были не то что рекомендованы, были даже навязаны. Мы сталкиваемся, например, с такой простой вещью, когда просматриваем журнал, что чуть-чуть такой уход на СССР, что эта всесоюзная фотовыставка показала, что большинство республик в точно такое же положение с фоторепортерами, которые не в состоянии представить качественные работы на выставку. И были отправлены письма из Москвы, которые настоятельно требовали участия фото репортеров в выставочных программах. И, соответственно, после этого начинают проходить региональные, городские выставки, и все начинает закручиваться. Это очень важно понимать, потому что, если забегаясь в конец, то можно сказать, что советская фотография в 1980-м годах была очень высокого уровня. Действительно, мы ей сейчас можем абсолютно точно гордиться, потому что большое количество авторов, участвуя в различных конкурсах, как документальные, так и художественные фотографии, занимая большое количество призовых мест, получала дипломы, гитарьи. Это от каких-то небольших конкурсов по спорту до совершенно потрясающих больших конкурсов типа пол-тест-форта. Действительно, было много. Каждый год кто-то получает. Это Геннадий Кокосов, молодой ленинградский фотограф. На тот момент, как бы один живой фотографией, тоже выпускник, ну или как бы ученик ВДК, стал одной из первых таких маленьких звезд ленинградской фотографии на тот момент, потому что он один из первых выбрал конкурс на поступление в газету «Известия» и журнал «Огонек». И он выбрал «Огонек», где, в принципе, началась его уже серьезная карьера, и он стал уже в середине 60-х годов известен уже на всю страну. Мы можем посмотреть его ранние снимки и, опять же, как бы сталкиваемся с такой простой вещью, что все зависело от фотографа. Вот Геннадий Кокосов оставил также ранние фотографии в истории фотографии, потому что, например, он отправлял, этот снимок был отправлен в фурнал «Чаплагоцкая ревью», который выходил на русском языке с начала 60-х годов, в Советском Союзе распространялся. И он, отсылая туда фотографии, получил одну из первых своих таких, в общем, публикаций о своем творчестве, потому что Чеки очень хорошо поддерживали молодых фотографов с европейской части централистических стран. И еще одна его работа. И можете уже сравнивать то, что было до этого, чуть-чуть, да, и то, что снимает он. Действительно, настоящий такой репортаж здесь снимок, но очень сложный по своей композиции, по своему смысловому значению. То есть его интересно рассматривать и интересно к нему возвращаться. Вот этот вопрос сразу же возникает. С одной стороны, это репортаж, а с другой стороны, этот снимок вышел. Представляете, сколько времени прошло? Он, так, 58-59 год, и мы сталкиваемся вообще в 60-е годы. Уже 50-60 лет, и мы продолжаем его рассматривать с интересами. Сильно? То есть репортер, который создает искусство. Нас не очень сильно волнует, что здесь происходит, кто этот человек. Но сам сюжет, сама ситуация, она продолжает каким-то образом воздействовать, затягивать. Это снимок Шевстенникова, и совершенно потрясающая такая фотография. А вы представляете себе, ну и должны представить себе, что вообще в этот период нерезкость фотографии не приветствовалась. Очень мало в нерезкости фотографий, и вдруг вот такая экспрессия, вот такое вот эмоциональное состояние, и еще один, по сути, маленький шедевр того времени. Очень мощно. Амосовы снимали очень многие фотографы, и в результате получается и фотография. На самом деле всегда хорошо снимать личность, как бы с внутренним каким-то стержнем, который проявляется. Наверное, самое большое количество снимков, которые были сделаны, посвященных Ленинграду, было 70-летию советской власти. И еще такая фотография, специально ее выбирал, потому что, говоря о фоторепортаже, мы всегда сталкиваемся с какими-то знаниями. Когда смотрим фотографию, нам хочется всегда прочитать подпись. Здесь нет подписи. И мы как бы теряемся. На самом деле этот человек очень варен для истории страны. Связанная с 1961 годом – это мать Любви Гагарина. И вот не зная этого, как бы он с ним и проигрывает сразу же, хотя на него очень интересно смотреть, потому что даже когда мы не знаем, возникает вот это вот ощущение, которое в советской фотографии очень сильно проявлялось длительное время. Дело в том, что снимков деревни, деревенских жителей было не так много. Эта тема никого особенно не волновала, если она не была связана с героическим трудом, с таким пафосным материалом. Такие фотографии обычно не публиковались. А здесь она вот, да, это же деревенский житель, но она женщина очень интересная и по характеру, и по своему достоинству. И, естественно, вы знаете, кто прожил на этой фотографии. Здесь мы сталкиваемся с очень простой вещью. Вот вокруг этой фотографии была достаточно большая дискуссия. Можно ли снимать, подглядывая, как бы, это этическая составляющая или нельзя? Понимаете, да? Очень серьезно. Сейчас эта ситуация, по-моему, заново становится очень важной, потому что вот это вот подглядывание, подсматривание, оно как-то провозирует на частную жизнь. А в тот момент дело было не в этом. Дело в том, что это было как бы такое вот подсматривание, которое не характерно было для корреспондентов, потому что он должен был бы, в принципе, войти, договориться о съемке, это же официальная съемка, и снять. Но автор очень хорошо объяснял, почему он это сделал, потому что он видел это глубокое погружение уставшего Шестаковича в себя, и снять это было практически невозможно. Плюс к этому, вот если вы посмотрите на положение его рук, и его руки просчитывали мелодию. То есть момент совершенно замечательный. Еще одна совершенно другая сторона жизни и деятельности Ильина Равлянского – это такая профессиональная работа, кроме рядовых фотографий, он еще и снимал различную рекламу, различные какие-то задания. И видно, что здесь работа конструктора в автобусе. Абсолютная постановка. Но при этом опять же мы сталкиваемся с таким пониманием того, что это репортаж. Когда мы вспоминаем о документалистике, мы сразу же попадаем в какую-то странную ситуацию. Я вспоминаю фотографии, которые вы сейчас посмотрели. Что относится к документалистике, а что к репортажам? Кажется мне, когда я рассматриваю, что документалистика – это то, что не связано с едининутностью. Она отправляет нас глубоким размышлением, глубоким переживанием на протяжении длительного времени. А вот репортаж – это моментальная вещь, которая показывает просто то, что происходит именно в тот момент, и то, что определяет некую ситуацию во времени. Второй снимок, опять же, на Равлянского и совершенно другая ситуация. Нам уже не важно, здесь есть остановка или нет. В принципе, ее никак неоценимы. Сейчас, рассматривая эти снимки, мы понимаем, что они несут, кроме какого-то образа, еще и информацию о моде, информацию о быте людей того времени. План работы на январь 1963 года. Вообще, вот эти буклетики, всякие программы, они удивительные, информативные и для интересующихся фотографии они очень важны. Вот здесь мы можем, например, посмотреть на то, кто активно действовал в этот период. Мы снова видим, что здесь, например, есть Ян Равлянский, который организует или ведет встречу с членом фотоклубов, в том числе и испанец газеты «Ленинградская правда» Виктором Меликоцоном. Здесь есть Киличенко, поездка по Теркизии, показ фотографии цветных геопозитивов. Есть ознакомление с фотолитературой. То есть огромная, на самом деле, работа проводилась, очень разносторонняя фотоклуба, которая позволяла фотоклубам, интересующимся фотографии, постоянно получать какие-то новые знания и непрестанно развиваться. Это работа Яковсона. Две фотографии, когда смотришь на них, они совершенно другие по стилю. Когда говоришь, всегда о фотографии распечатляешь, о фототворчестве, то понимаешь, что одинакового фотографа в принципе не существует. И, в общем-то, это репортаж, в общем-то, это очень образная опять же фотография, которую интересно смотреть. Он работает в данном случае вытянутым форматом, очень жёстко кадрикует, понятно, что это кадрикование и в том и другом случае. То есть он осознанно создаёт работу. И переходим к третьим слайдам. Здесь сразу уже говорится, на ужин названии говорится о том, что действительно в фотографии того времени возникает некая проблематика, связанная с тем, что такое документальное изображение и художественный образ фотографии. Внизу нам показывают документальные снимки. Три документальных снимка, которые относятся к периоду 1871-1917 года. Вообще, статья, которая написана кандидатами изображения Соколова, когда её читаешь, она приводит в очень серьёзное замешательство, потому что там очень много парторов, и не всегда понятно, к чему Соколов ведёт этот разговор, потому что получается из статьи, можно сделать вывод, что любой фото-репортаж может быть художественным, если он наполняется образом. Но абсолютно непонятно, как это сделать. И с другой стороны, здесь он в качестве иллюстрации представляет ещё художественные снимки. Это Юрия Ерёмина, Абрама Штейдерга и Йогата Судаха. То есть чувствуете разницу между документарием и художественным? И третье – это когда происходит вот это вот слияние. Опять же, примеры. Это Манс Хайдер, девушка в жизни 1936-1934 года, Николай Мадорин, ритм труда 1959 года, и Дольф Крюкер, который очень серьёзно повлиял на многих репортеров, потому что его работа, его серия, точнее, была представлена на фестивале молодёжи и студентов в 1957 году в Москве. Действительно, эта работа такая образная, уникальная для советской фотографии того периода, потому что она показывает конфликт между одним и другим, и, соответственно, этот конфликт развивается в наших головах, то есть она воздействует на какое-то подсознание наше, на наши тревоги, ведёт к ощущению несправедливости. И такие очень хорошо, в данной части достаточно хорошо проводится анализ этих фотографий, как бы с точки зрения официальной позиции, потому что девушка-ржигитка – это образ киргизским, по-моему, «Освобождённой киргизским», такая целого рода, молодость, юность, несущаяся период, про это можно бесконечно говорить, сразу запускается весь аппарат и задумываться об этом. Вот, как ни странно, это до сих пор так смотрится, если мы её воспринимаем, как иллюстрацию истории Советского Союза. «Николай Матролин» – это такая вот очень нежная, на самом деле, работа, светящиеся нити, ритмика, какой-то ритм труда. Ещё одна работа – Геннадия Копысова. И почему молодой репортер очень быстро, на мой взгляд, как бы занял место достаточно незначимое в «Лаганике»? Дело в том, что эта фотография не репортажного типа. Было два снимка сделаны, и, соответственно, как бы уже в лаборатории, когда он вернулся, из поездки он соединил два негатива вместе, они сложились, и получился вот этот образный снимок, который называется «минус 55». То есть, понимаете, да, как бы с одной стороны мы ему как бы верим, с другой стороны это выпущенный образ. То есть здесь как раз и идёт разговор о том, что даже фоторепортаж как таковой уже больше не действует, хочется создавать что-то новое. То есть фоторепортер становится художником, и после этого, возможно, возникает как раз документальная фотография некого нового типа. То, о чём говорит Соколов в своей статье. Нина Янушковская – тоже любопытная вещь, потому что, когда анализируешь, начинаешь копаться в этом периоде истории, столкнуешься с тем, что женщин-фотографов было достаточно много. Другое дело, что на верхний уровень проходили не очень многие, поднимались не очень многие. Вот Нина Янушковская – одна из тех авторов, которая, выйдя на пенсию в 60 лет, занималась фотографией, и в течение последующих десяти лет она практически стала известной на всю страну. Куда ты приезжаешь сейчас, если задаёшь вопрос к Нине Янушковской, знают ли её? Все члены фото-клубов по нашей оборудованной стране – в Харькове, в Москве, сейчас мы в Луне Востоке – все димы Янушковскую в той или иной деле помнят. Удивительно, да? Один из самых сильных, на самом деле, образов Пискаревского падмища. Как всё просто. Минемалистичный абсолютно сюжет. Она делает свои фотографии всегда так – они очень простые, они посвящены женщинам, детям, спорту, гимнастику она снимала. К сожалению, о них практически ничего не известно. Ну так вот, собирается биография, но установить каких-то сведений и найти её работы достаточно сложно. Совершенно неожиданно. Ретом я обнаружил десяток работ её в Москве у члена фото-клуба «Новатор». Фото-клубовские выставки, которые происходили в ВДК, а в начале 60-х продолжала становиться такой вот школой кадров для фоторепортеров и любителей, мы сталкиваемся с тем, что фотография развивается, она в какой-то мере становится все более свободной, все более интересной, и людей всё-таки появляется все больше и больше в кадре. Конечно, вот эта линия пейзажа, которую мы можем увидеть у Юлия Велинского, который только-только начинает в тот момент заниматься фотографией, она продолжается, и это в большей степени можно называть фото-итимом, который, в общем-то, характерен вообще для любительской фотографии того периода. Ещё один фото-итим Пагаинского. Она вызывает убытку, это абсолютно правильно, потому что, ну, как бы, аляфия показывает какие-то моменты их жизни, которые мы, на самом деле, не замечаем. И здесь идёт уже серьёзный разговор, отправная точка к серьёзному разговору о том, что такое повседневность. Чувствуете, да? Как бы от репарказа, по сути, мы уходим в какую-то обычную, обыденную жизнь, где расположены вот эти вот сюжеты, которые какой-то любитель собирает, и после этого показывает на выставке, и происходит взаимодействие очень сильное со зрителями. Чего в какое-то время сейчас, на самом деле, не происходит, потому что выставки в тот момент были действительно мощным событием, которые собирали огромное количество людей, и люди не просто приходили, а теоретически высказывали свои мысли в книгах отзывов, действительно писали, и было интересно это, они размышляли таким образом. Они шли вперёд точно так же, но не как фотографы, не как творцы, как творцы другого уровня. На факультете общественных фотокорреспондентов, название ещё одной статьи, мы здесь сталкиваемся с тем, что кроме факультета фото-журналистов, выявляется ещё одна структура. Видите, вы играли при университете общественных профессий «Класса культуры» имени Сергея Мироновича Кирова происходит открытие двухконечного факультета фотокорреспондентов. В октябре прошлого года занятием приступило около ста слушателей. И для чтения лекции были приглашены Ильяна Равлянский, Габарин, Григорович, Тимковский. И, соответственно, организуется новая мощная школа. Это общественные профессии. В принципе, туда приходили люди, которым было интересно попробовать себя в жанре фотожурналистики. Тогда как на фото-окультет приходили люди, которых направляют из различных доготиражек, то есть которые уже попробовали работать, у которых было место работы. И вот такое вот удовлетворение, то есть всё очень официально происходит, Смирнову Александру Елизаровичу. И Еле Азаковичу видно, что он закончил факультет фотокорреспондентов народного университета общественных профессий. В 1974-1975 году учился. Другогодичная система была очень мощной. Вы понимаете, что за это время было и много выставок, и много встреч, и возможность печатать свои работы, и помощь какая-то. Плюс декортируя – это некая такая структура на тот момент, которая объединяла в себе кинотеатр, в котором показывали старые фильмы, плюс там был декортировал клуб «Джанглый клуб Квадрат». То есть, соответственно, люди, которые заказывали, заканчивали факультет, они развивались по капитанию, потому что их в процессе задания оставляли ещё внимательные мероприятия ДК. И многие из них, кто закончил этот факультет, до сих пор, например, интересуются музыкой, джазом. Мы видим новую ютюбную работу, которую получила, несмотря на то, что она простая, достаточно много привезу в петербургских, в генинградских фор конкурсах. Это Олег Миранец. А это Олег Макаров, который ещё один молодой журналист, который сделал очень большую серию о музыкантах. И мы ещё к нему вернёмся, потому что это одна изначально таких работ. И снова критика, несмотря ни на что. Разочаровали ли миграцы, откровенно говоря, одних мы ожидаем большего. Кстати, лучшие работы миграцев – любительские. Чувствуете? Уровень любительства начинает расти очень серьёзно. И, соответственно, любители дают возможность… Это образование, эта туры даёт возможность любителям участвовать уже в всероссийских и всесоюзных выставках наравне с профессионалами из Москвы. То есть их уже отмечают. Ну и дальше там идёт перечисление опять же тех, кто более-менее успешно. Мы вот видим работу сейчас Бойцу Рой Бравинского. Хороший постановочный портрет, очень кучей силы по постановке рук, по свету, который подсвечивает. То есть здесь чувствуется работа. Здесь чувствуется работа от начала, от самой по себе идеи до её завершения. Именно этого требуют на конкурсах. Ещё одна работа, например, тем пейзажа Ленина Равлянского. Там он тоже упоминался, но это другая работа, другой пейзаж. Владимир Барданов. Известная работа, сейчас гуляет по сети постоянно, то есть как бы никогда не устаревает. Не моё собачье дело. Ещё одна работа Барданова. В тот момент он учится в Рейнграде, в институте и в дальнейшем точно так же переезжает и возвращается в Москву. Большим подспорьем для развития фотографии в тот момент был такой журнал, который начал ещё выходить в 1927 году. Это номер 1067 года «Рабоче-христианский корреспондент». Там регулярно печатали работы. И, соответственно, вы понимаете, насколько стимулировала эту деятельность, когда у тебя фотография опубликована в таком журнале. Журнал начал выходить тоже с 1958 года, и дальше он выходил до окончания жизни Советского Союза. Он, кстати говоря, для тех, кто интересуется историей фотографии, особенно документами, мне кажется, что этот ресурс абсолютно не исследован, его надо смотреть, его надо искать, не анализировать. Он очень мощный, в очень длительное время выходил. Это работы Эдди Голда. Его нельзя не упомянуть, потому что мы говорили о репортаже, а здесь видовая фотография. В данной ситуации, когда мы рассматриваем вот эти цветные его снимки, снятые на форматную камеру, важно еще добавить, что он варит, варит, и было достаточно тяжело как бы фотографировать, но он преодолел себя и создал на Калиностровском проспекте из петроградской стороны свою фотостудию, использовал форматную камеру, которую он вставил на крышу машины и с нее снимал. Плюс к этому он еще разработал свой собственный цветной материал, подогнав его под свои надобности. До сих пор поражает, когда мы сталкиваемся с работой Эдди Голда, поражает качество, за которым выполнены его работы, панорамные. Вообще для того периода было характерное использование панорамных снимков, съемка особенно видов городов. Кроме Голда еще был один фотограф по фамилии Бакман, который работал точно так же в Ленинграде, и потом в Днепропетровске еще. Человек, который, если Голланд не снял, сделал один из первых. Один из первых ленинградских фотографов получил заказ на съемку Москвы. Представляете, вот в начале был слайд, где были показаны, в принципе, московские фотографы, самые мощные. Он получает заказ, едет в Москву и делает первый альбом по Москве для ленинградских фотографов. Дальше, чуть-чуть позже, он делает уже подборку фотографий в Ленинграде. Интересны его альбомы и открытия тем, что он обращает свое внимание на новые районы. То есть то, что только построено. И здесь снова вопрос стоит, вот этой вот документальности, то, что снимает Голланд. Это документальная фотография? По сути, да, это не художественное произведение, хотя мы можем его вот так вот воспринимать. Но это и не открыто, как таковое. Это некое ощущение, которое мы получаем даже сейчас. Если кому-то попадется альбом Голланда, который выдан по Москве и по Ленинграду, не открытие, а именно альбом, то вы поймете, что это такой тяжелый масштабный труд по документации некого периода развития городского пространства. Естественно, он снимает и центр. Но акцент все-таки делается в какой-то виде еще и на новый район. Они у него идеальны. Я когда смотрю вот на эту фотографию, я все-таки задумываюсь на то, о том, что примерно в то же самое время немецкие фотографы Бертенхиллбехеры из Дюссельдорфа начали снимать примерно такую же фотографию, только запечатляли архитектуру традиционную Германию. И сейчас это вот идеальный снимок, который интересно рассматривать именно потому, что мы там не видим людей, да? Он безвременный. Нам ничего не мешает смотреть, ни на что не отвлекаемся. То есть, каждая мельчайшая деталь становится документом. В 60-х годах, по-моему, в 66-й, что ли, или 65-й год, выходит один из первых альбомов таких авторских по Ленинграду. Это ленинградские биологии. Это Борис Стукалов. И это удивительная ситуация, когда репортеры фотографируют город именно с точки зрения, знаете, такой лирики. Вообще лирика свойственна для 60-х годов. И вот сама для себя обложка, она такая лиричная, то набегает на ютубе. Я здесь не показываю весь альбом, я просто скажу, беру несколько снимков, которые не относятся, опять же, к кинезатам, а скорее относятся к жанру. Вот когда мы смотрим работы ленинградских фотографов, мы еще всегда задумываемся, наверное, о том, что основной линией все равно продолжает оставаться в городское пространство, все равно оно привлекает, оно маркирует вообще само по себе жизнь и, соответственно, становится узнаваемым. Вот огромное количество фотографов снимали в Петербурге, и, соответственно, мы сейчас сталкиваемся с тем, что снять его вроде бы как невозможно новое, но прошло какое-то время, и это становится документом некого времени, которое мы не жили, или которое уже не помним, которое нельзя никаким образом отнести с собой, но при этом атмосфера этого времени остается. И снова задумываемся о том, что такое документальная фотография, возможно, что это фотография, которое все-таки передает еще и атмосферу. Это я говорю с сегодняшних позиций, потому что мы знаем, что сейчас отношение к документу, к унициальной фотографии очень странное, потому что практически любая фотография испытывает какие-то корректировки, потому что ее снимают на цифру, и, соответственно, сама по себе цифра, процессор, например, тоже делает корректировки, исходя из автоматических или заводских настроек, которые делает заводознакомитель. Выставка открылась вчера. Здесь никакой кредиты нет. Здесь, на самом деле, есть посвящение, есть приглашение на эту выставку, потому что она открывает открытость музеи этнографии народов СССР, и открыта она Ленинградским отделением Совета журналистов, и посвящена была 10-летию Советскому государству. Ещё работа Макарова совершенно потрясающая. И вот я говорил, что мы к нему вернёмся. Здесь очень важно сказать о том, что Макаров был одним из первых фотографов, в которой вот эта вот серия работ музыкантов она моментально как бы расстроилась под самым по всему Советскому союзу, и пошла слава. И также она стала документально участвовать в западных выставках. Её очень хорошо приняли, потому что это была работа на очень, выделенная на очень профессионально-профессиональном уровне, очень длительная. если мы сейчас как бы сравниваем, вот как вы это назвали, то это абсолютно осознанный проект. Поэтому эта серия фотографий, она никогда в принципе не устареет, поддерживающая её, никогда не устареет. мы видели здесь просто срез музыкантов, которые приезжали в то время в Советский Союз. И очень интересно ещё, что Рик Макаров был одним из первых фотографов, чью персональную выставку сделало общество фотоискусства Литовской СССР самостоятельно. То есть на самом деле на 60-е годы литовская фотография была достаточно высокого уровня. И вот они обратились к Макарову с приговорением провести эту выставку, и она получила очень хороший уровень. Очень смешная работа, такая, ну, гемористическая, может быть, хотя характерная и для сегодняшнего времени. И сразу уже задумываемся, что в принципе ничего не меняется, всё точно так же и происходит, и сейчас это можно с ним снять. Единственное, что это будет, наверное, в свете, и таких фотографий очень много. Это фотограф, который в дальнейшем будет представителем ТАСС в Ленинграде Александр Спейн. О нём очень редко вспоминают, и вот если в поисковике искать, то достаточно мало работ, хотя он не заслуживает, наверное, всё-таки такого отношения, он очень много чего сделал для развития советской журналистики, и в том числе он очень много событий отснял, которые происходили в городе. ещё одна работа Нины Юнушковской, вот это вот как раз, может быть, кто-то даже узнаёт эту девочку, это Ольга Хормут. Поразительный, спокойный такой портрет, основа минималистичный, как я уже говорил, что это очень характерный приём к нему. ещё одна работа Юрия Лениченко, человек, который в 60-х, в 62-м году переехал практически в Москву и начал работать в авиационной промышленности, но при этом постоянно обращался к фотографии где-то до 68-го, то есть время его занятий в фотографии было десятилетие. Но удивительно, насколько, опять же, активная позиция влияет на распространение вот этой фотографии, и он снимает репортаж, он продолжает работать в этом жанре, и в 71-м году ему приходит вот такое вот письмо от Николая Дорочинского, на самом деле, кто интересуется, опять же, историей российской фотографии, может быть, всё лучшее, о том, что Николай Дорочинский создал наш Андрей Чемберленов, точнее, Этого Стейхина. Он собрал масштабную выставку советской фотографии, которую отправил в Америку, вот в этой выставке участвовала работа Евгения Демиченко, в том числе, и выставка, на самом деле, произвела такое вот с точки зрения документалистики, документальное свидетельство о том, как живёт государство, буквально информационный культурный цель в Соединённых Штатах, потому что она показала, что в Советском Союзе есть мощная фотография, и совершенно особенная. Была показана практически по всему США, и везде её очень хорошо приветствовали, было очень много посещений. я упомянул Стейхина, наверняка кто-то из вас знает такой проект человеческий, который сделал Стейхин в 57-58 году. Он был очень важен для истории, потому что он говорил о том, что мир должен быть добрым, таким коммунистическим, и, соответственно, это было как-то такое подтверждение коммунистических целей фотографии. И вот Стейхин взял примерно такую же выставку только с авторами Советского Союза, тем более что в выставке Стейхина ни одного, по-моему, фотографа советского не участвовало, может быть, один участвовал с одной работой. Вы представляете, то есть как бы произошло некое непонимание, а к тому моменту вообще как бы российское советское правительство в тот момент оно не в состоянии было сформировать некий материал для того, чтобы представить в СССР то, что она показывала, что это было политикой, а Стейхину нужна была жизнь. Вот как эта работа Олега Миронца, ее величество штукатур, как бы очень интересная работа на то время. Ее интересно рассматривать, как бы не возвращаешься, она такая простая, но очень интересно рассматривать, потому что и характер такой передан, и смущение некое перед фотографом, который снимает ее. И очень важно еще то, что на гимнатеды гимнастерка это тоже такие последствия эфа войны. В конце 60-х, или со второй половины 60-х годов, как известно, ситуация начала меняться, начало, как бы постепенно заканчивалось так называемое время оттепили, как бы наступал застой, и, возможно, поэтому некая гимнатическая фотография, она начинает постепенно заканчиваться и ее сменяет в достаточно социальной фотографии. И вот здесь мы уже сто процентов можем говорить о документалистике, потому что она не создается имени ничего. Она, скорее, рассказывает о жизни людей не вымышленных, а настоящих. И вот эта деревенская слава Бориса Михайловкина, 65-й год, она наполнена лично для меня каким-то эмоциональным накалом, потому что праздник проходит не пафосно, очень спокойно, по-домашнему, и при этом мы его не смотрим, на самом деле, сегодня официальные фотографии, репортажные, потому что мы говорим о документе. Да и вопрос есть еще такой один очень большой, что, вы знаете, в течение какого-то времени, двух месяцев я пересмотрел то, что родится по репортажу в Петропавловской вековости большое количество работ, и начинаешь задумываться, что они интересны как документы времени, но очень макальные такие, знаете, вот документ, который говорит о том, что я закончил там, например, институт, да, вот и все, и точку, да, больше там ничего нет, нет переживаний, нет каких-то размышлений, их интересно рассматривать, с той же зрением того, что вот так вот одевались люди, вот так вот выглядела улица города, здесь стоял какой-то забор, еще что-то, и немногие из них как образы срабатывают, и вот про это писал Соколов, что такое большинство, большая часть не показывает фотографии, и переходит в образ, да. Здесь я включаю одну работу Бориса Кудрякова, ранняя работа, и, понимаете, вот я думаю, что даже сейчас вас эта работа ставит некий тупик, она как бы не дает ничего вообще, ни развития, ни эмоций, скорее вы попадаете в какое-то такое состояние, да, все. и девочка привязана к этому месту, ей некуда, видите, она не выходит, и дом какой-то вот разваленный такой, все. Действительно, в какой-то мере, когда смотришь на такого типа работы, начинаешь понимать, что, ну, это застой, это когда не происходит ремонта, не происходит реставрации, нет радости, все серое, нет радости в жизни, и нет вообще никаких событий, просто нет. Еще одна выставка, 70-й год, 12 апреля, видите, я специально сюда вношу вот эти вот документы, чтобы показать, что выставочная деятельность идет, вообще-то графическая жизнь идет, люди знакомятся, видите, сколько фотографов включено, и блогих, вот из тех, кого я перечислял уже, вы наверняка можете там прочитать, а кого-то мы не касаемся, ну, просто невозможно это сделать, касаются всех. И выставка проходит Деканин Совета, она без всякой этой самой, без критики идет. На выставке была представлена совершенно разная фотография, и снова мы попадаем в некий образ Ленинграда, того времени, это дворец, с его фонтанами, Ильяна Равлянская, и снова выращаемся в Ленинград, ничего не меняется в городе, вообще. И фотоочек, обещал фотоочек, только взято как бы из справочника, только уже более позднего, 81-го года. Постоянно в справочниках происходили, это фоторециклопедия называется, осмысление того, что происходит, то есть геретизация происходила, и журнал «Советское фото», постоянно льет какие-то дискуссии, 80-х годов, только в конце 60-х, начале 70-х годов, если внимательно смотреть журнал «Советское фото», то мы сталкиваемся с тем, что дискуссии угасают, нечем просто депутировать, просто фотография перестает развиваться официально. Достаточно стереотипные сюжеты, темы все оправдированы, и там идет перечисление того, кроме того, что, например, что чаще всего нужно в официальной прессе, например, какие-нибудь открытия, собрания, начало сезона предыдущих работ, уборка, открытие завода, награждение передовика, все вот это вот перечисляется, 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 и больше рекомендации выданы, и больше ничего делать невозможно. Но мы пока еще до этого времени не нашли, а просто смотрим вот по той очереди. Абсолютно блестящий, на мой взгляд, в серии, опять же, Олег Макаров, посвященный музыкальной школе. Но как показать школу, в данной ситуации, в пяти фотографиях? На самом деле это один-два разворота. В журнале, как правило, «Охранек» и «Советский Союз», еще посвященный Рихтеру. До сих пор смотришь и поражаешься, нечего убрать вообще. Все очень четко, очень логично, по моментам от накала, точнее, от начала до накала. Сразу же представляешь, сколько нужно было репортажным методом снять фотографии для того, чтобы это получилось. В 1981 год, как уже говорил, фото-репортаж. Сократилось все, стало маленькое. Пропоказа политических идей, отражение реальной действительности, точность подачи информации в сочетании с высокой уровнем областной публицистики. Фотоснимки сделали миганет журнала преимущества познавательных ценностей. Познавательные. То есть как бы мы просто о чем-то узнаем. Больше ничего. Они не работают другим слоем информации. Ну вот у нас появляется такое голосование. Итак, можно представить один сливок за другим. И сейчас это точно так же происходит. Мы потребители это видим. В принципе, ситуация вообще не меняется. Можно сделать один сливок, и все на этом закончено. А это совершенно другая оставляет. То есть официальная и внутренняя жизнь. Эти кухонные разговоры в тот момент. Вот уже застой и тёртку. Каким образом это воздействует, абсолютно непонятно. Опять же, как бы, наверное, это такой культурный уровень задействуется. Литература, кино, всё вместе сгладывается, и мы переживаем эту эпоху, это время. Но она не такая однозначная. Грандарник по-настоящему и одновременно очень формальность показывает. Ну, достаточно долго можно рассматривать снимок. Это снимок не норавляться, но чуть-чуть поменялась ситуация. Этот снимок был очень популярен, и он использовался во многих выставках в дальнейшем, потому что он уже становится сложным, он становится по себе историей. Это больше не пейзаж, это жизнь человека в городе. Полем или пространством для репортера становится практически весь. Или для документариста лучше так всё-таки говорить. Становится весь город, можно снять все, что угодно. Владимир Никитин. В фотографии появляется конфликт. Очень мощный конфликт, который переживается каждым зрителем. Видите, девушка, мужчина, который идёт что-то. Даже этот снимок, он как бы уже конфликтен, потому что артобстрел и одновременная игра действительно увлажняется. Вот этот хор этой книги «Активизм памяти», вообще как бы всем советую её усмотреть на несколько раз, и она просто очень информативна, хотя, опять же, субъективна, но информативна в этом смысле, потому что она передаёт время 70-х. И даже если мы не понимаем, что они делают, но это мощь, фотография звучит. Тоже интересно, что чем больше звукается, тем больше появляется желание снимать портреты. Дивние портреты людей, друзей. И поэтому, например, в 70-х годах уже очень много фотографов просто ведут именно документацию, как вы занимаетесь документальной съёмкой, снимая свой круг знаком с особенно художественной какой-то жизнью, неофициальной, которую интересно было запечатлять, и это остаётся таким документом времени. Вот Михаил Битлеров сегодня присутствует здесь в соответствии с моей работой. Совершенно по-разному можно интерпретировать эту работу, и это всё равно, оно возникает всё равно какой-то образ. Опять же времени, 73-й год. Мы не знаем, что это происходит. Для нас сейчас, наверное, нет такой истории, если мы не поговорим об авторе, не узнаем, что там происходило. А для нас это совершенно другое время. Это не документ истории, это вот именно документальная документалистика, которая её ждёт к, опять же, прочитыванию времени. И вот эта вот блестящая работа, которая периодически возникает с очень сильной историей, которую рассказывают о том, что фотограф Щенков увидел ночью троника, который ведёт снег. Он подошёл к ней и говорит, «Зачем вы это делаете? Это же бессмыслица». Она сказала, «А мне тут делать нечего, всё равно бессонница, меня убирают». Он пошёл, побежал домой, взял камеру, «Вы ещё будете здесь?». А он прибежал обратно и сделал этот снимок. Но он же видел это, ещё в тот момент, когда он пришёл, вообще эта бессмысленность. А в конечном итоге для меня эта фотография бессмысленности, какой-то бессмысленности, отсутствия того времени. Это Валерий Котников, замечательный портретный фотограф. Здесь нет, ну, большого количества его фотографий, снова как бы мы задумываемся. Что такое документальная фотография тогда? Ну, документальная фотография, на мой взгляд, документальный портрет – это тот, который признаёт некое состояние героя, которое фотограф его не то, что погружает, а как бы стимулирует войти. А дальше вот этот образ начинает работать, работать даже для зрителя. А абсолютно точно у Плотников здесь создаёт некий момент подглядывания, как будто мы присутствуем, но нас не видим. Именно на это интересно смотреть, да? Мы ощущаем себя, каждый зритель ощущает себя в таких работах. Люди становятся обычными, больше уже нет героев. не снимают как-то здесь на газете. Кажется, что снимают для себя. И действительно, в том период 70-х годов возникает ощущение, что все это репортеры, звук такой вот двойной, вообще все фотографы начинают жить двойной жизнью. Что-то снимают для себя, как сто, а что-то снимают как бы для того, чтобы выполнить задание. И то, что они снимали сто, гораздо серьезнее выглядит сейчас, чем то, что снимали для фронтационных изданий. Сергей Подворков. Знаете, такая уже совсем грубая социальная фотография, и мне всегда было интересно, почему вообще такая насилка получается, или появляется у него, почему такое увлечение. Он говорит, в ответ на этот вопрос, он как-то сказал, что я снимаю своим кругом, свое окружение, я такой же, как они. Вы понимаете, насколько это сильно, больше не интересуется чем-то, что далеко-то, то, к чему надо стремиться, а Подворков интересуется тем, что лежит много рядом, совсем рядом. На самом деле, то, что под носом забить идти очень тяжело, и снова перебрежно, никуда не девается. В 70-х, романтика пейзажа, городского пейзажа, она возникает заново, с новой силой. это, по сути, такая попытка, наверное, уйти от ощущения застоя, и начинаются такие длительные промывки, по морду группами, возникают группы, типа группа «Окно», такие молодые фотографы. поиск каких-то в этих группах и самостоятельно возникают какие-то новые идеи, ведется поиск новых подходов к фотографии, то есть постоянно люди живут в этот период фотографии. В 76-м году выходит, по сути, первый номер, посвященный ленинградской фотографии, как репортажный, так было чуть-чуть ниже по фотографии любителей. Представляете, первый из 1953 года, когда все запретило. Сколько лет прошло для того, чтобы сформировался вот этот обойма, о фотографах, которые могли представить Петербург уже на уровне всей страны. Он действительно интересно смотрится даже сейчас. Это был исторический материал. Я не из этого думаю. Это Голубовский, Валентин Голубовский, еще один репортер, который снимал, достаточно, я бы сказал честно, что он выполнял свою работу, и его излипки, которые мы смотрим сейчас, у нас находится его архив, именно фотографический Росфорта, фотографии. Не эгалитные, а фотографии. И когда смотришь, явно фотография разделяется на именно репортаж или купе, документальный такой, как по фотографии. Это завершение, такая последняя обложка, это Юрий Белинский снова, еще одна работа. К этому моменту Юрий Белинский становится очень известным как профессионально в кругах, так и среди любителей фотографий. Вообще, про Белинского можно сказать так, что он как-то такой образец неформального патографа. Дело в том, что он пришел, то есть его приняли в ТАСК, и дали задание, которое он выполнил, как показалось правильно, но на самом деле сразу стало понятно, что он не в состоянии работать по заданиям, и не будет переверненным на веке свободный график. И это давало как бы ТАСС всегда им длить материал, который не, точнее, отличается от всего остального, что делали остальные фотографии. Евгений Роскопов. И вот Белинский на тот момент стал, наверное, как бы таким лидером, возможно, фотографии, документальной, потому что в беседе с ним недавно звучала такая мысль о том, что я никогда не снимал то, что мне неинтересно. Понимаете, да? То есть, даже если он не зовется и так далее, значит, я снимаю только так, как мне. Евгений Роскопов – председатель фото клуба «Зеркало», и удивительно, что, опять же, в 70-е, ну, неудивительно, а кажется, что довольно непопытно, что лидерские фотографы в этот момент начинают достаточно много путешествовать по стране, выходят как бы за рамки города и определяется большой объем такого материала из других историй, как у Роскопова – это Египетан. Фотографы едут на Сивер, потому что здесь недалеко, Архангельск, Мухманск, снимают старые деревни. Вот эта фотография Владимира Чубкина, по мнению такой линейки, потому что проверить это практически невозможно, мнения вообще разные, воспоминания разные. Одна из таких работ, снятых на Сивере в Девине, послужила тому, что была закрыта выставка в 79-м году. В 79-м, 80-м год, как бы цензура попросила снять работы, или оказалось снять работы деревни, потому что деревня выглядела не так, как должна была выглядела. Снова такой фотоочек Юлия Билицкого про директора «Буржгород». И «Буржгород», естественно, вышла книжка небольшая, очень удобно снималась, хим по всему. Этот архив, который находится у Билицкого, он просто ждет, когда он будет полностью опубликован уже и показан отдельные выставки, потому что он никогда не демонстрировался. Снова «Буржгород», Валентин Луковский. Здесь как бы вопрос возвращения и показа, и о чем я говорил, что когда мы смотрим на рейтинг, обычно у него есть образ, но мы, вспоминаем определенное время и то, что с ним связано. То есть, по сути, он является некой отравной точкой. Вот это и есть, на мой взгляд, хорошего уровня документ, который буквально впитывает в себя все время и все пространство того периода. Валентин Брановский невеста. Потихонечку с подворковым можно говорить, как во всем мире в советской фотографии возникает интерес к маргинальным, к маргинальным личностям, которые не укладываются в некий контекст. Так что будут инвалиды, естественно, так что будет еще что-то, Но вот эти вот истории очень такие добрые, на самом деле, для того времени. Валентин Брановский снимает еще из пулисии театра, тоже делает репортаж. Сейчас тоже интересно про это смотреть. Как ни странно, сейчас практически этого нет. То есть, какие-то темы потихонечку уходят. Точно так же, как тема труда. Это приятный, да? Правильно. Из серии из т.д. Снова публикация в журнале «Советское фото». Сереги, 9-й год. Еще 1 раз вот она, документаристика. Нет никакого репортажа. Мысли уносятся, рассмотрели, и мысли уносятся куда-то дальше. Здесь нет фактов. Михаил Дмитриев из стыкла на себе. Сереги, подметил. Такая неожиданная серия. Действительно неожиданная, потому что в истории советской фотографии больше такой нет. На 70-е годы. Это про фото. Летение на убийство. Маленькая серия из трех штук, но это уникальное свидетельство, как тогда развивалась фотография. Возможно, что-то еще снимали. Сложно рассказать, кто фотографирует, как фотографирует, но это абсолютно осознанный ход, абсолютно осознанный такой дриптик, который до сих пор входит к каким-то разрушениям, опять же, серьезным. Александр Николаев. Александр Николаев. Это в основных фильмах. Ну, как раз север. Так вот, ищи фотографии, если в интернете не найти, то приходится копать какие-то журналы, и так всплывают какие-то имена, которые сейчас уже фактически забыли. вообще, очень жалко, что возникает сожаление о том, что от того, что советская фотография не распространяется. В последние времени не издавались альбомы, не говорили о фотографах ничего, как-то локально все происходило внутри. Это Валентин Егоровский. Вообще очень интересная работа этого семьи. Начало 80-х годов, в 81-м, 82-м. Она такая, только модная селка начинается. Насколько мощная движенность моделей. И Петр Лебедев и снова мы сталкиваемся с такой современной документаристикой, по-другому можно говорить проявления уличной фотографии, стрит-потографии. О чем мы снимаем? До конца непонятно, очень серьезно подключаться, разбираться, обсуждать, может быть. Все строится на очень сложных взаимоотношениях. Почему документальная фотография не прямого воздействия? мы смотрим на человека, который в результате обнаруживаем, что за нами подгулял, точно так же. То есть мы обнаруживаем, что мы находимся под наблюдением. И этот процесс просто... В 80-е фотография действительно очень сильно меняется. видите, она, кроме того, что становится социальной, она еще, я бы сказал так, мощно затрагивает людей и, соответственно, вызывает их на различные типа обсуждения, дикурсии, проходят в клубе «Зеркало», о котором в какой-то лекции еще будем говорить в истории. достаточно часто обсуждали фотографии, то есть регулярно, постоянно обсуждали фотографии, были споры о том, какой должна быть фотография. Именно этот клуб «Зеркало» дал, наверное, нам сейчас посмотреть на какие-то любые изменения, которые происходили в обществе в 50-х годах. Простейшая фотография это наблюдение. Видимо, что касание линии галитонка фотограф быстро очень снимает. По сути, просто он видел и зафиксировал то, что он увидел. это функция универмаг и, соответственно, люди просто купили, наверное, обувь, которую вдруг что-то привезли или выкинули на прилавок. что-то такое развивается. Какая-то жизнь, которая не подвигается нашему пониманию в конечном итоге. Но мы можем прочитать, и только когда эта фотография раскроется для нас Борис Михайлович снова снимает свою семью. Удивительно, на самом деле, что эта тема не касается большинства фотографов, но Борис Михайлович как любитель посвятил этой теме практически все свое творчество и периодичностью постоянно возвращался и очень мощные на самом деле фотографии вот этот снимок послепантик, который сделал на самом деле его в какой-то мере знаменитой, потому что она опять была противником советского фото, а это значит, что его фотографии стали сразу известными на всю страну моментально, в один прекрасный момент. А Юрий Журавский съемка людей, которые некрасивы, и мы когда смотрим, а мы вообще не понимаем, как к этому относиться в конечном итоге, это человек, женщина определенный представитель в тот момент, это контролер на детских аттракционах, т.е. человек, который на этом месте сидит очень долго, привязан к этому, и, соответственно, проявляется образ на уровне немецкого фотографа Августа Зандера. т.е. этот образ нужно представить себе, что в каждом городе сидит такая женщина около этих аттракционов, и все они чем-то напоминают друг друга. точно так же, как смотрительницы в музее в какой-то медиа выясняется, что фотография похожа на друг, жестко, крупно, никуда не убежали. Фотография на самом деле в тот момент начинает еще активно воздействовать сама по себе, уже не фотограф даже воздействует, а вот она воздействует на зрителя, от нее действительно нельзя отнести взгляд, она терпит этот взгляд, точно так же, как этот снимок Юрия Журавского в Азербтии. Мельчайшие детали показывают о том, что возникающие дворовые группы в различных районах, т.е. скрытые сообщества. После этой фотографии для меня самый сильный снимок Петросяна даже ветеран возвращается, идет по Донецкому проспекту и вытирает слезы. Здесь радость, а там печаль. Дмитрий Шелеверсон выявил директор фотографии, и тут вообще как вертикально я специально ввожу сюда вот именно дерево фотографии, потому что в каком-нибудь виде начинает задумываться, а что это такое? Ну, это чистый документ. Документация документального запятения. Чистое. всегда возникает ощущение, что ты смотришь и не понимаешь как бы, а что? Что здесь происходит? Но медленно-медленно находится взаимосвязь, выстраивается и, соответственно, нам мы приходим опять же в состояние размышлений, а это самое важное фотографии, чтобы человек думал. Хотя, например, в 50-е, 60-е эмоциональность была гораздо важнее, он должен был радоваться, сопереживаться, чувствовать, опять же, гуманистическая фотография, а в 80-х нет, сантиметронарская, возникает ощущение потерянности в этот период. Потерянности какой-то обычного человека, брошенности. Фотографы акцентируют на это внимание, я не знаю, о чем вы думаете, когда смотрите на эту фотографию, да, но, как сказать, очень неудобно, да, или их, вот, господин. Медведь-медведь. Это, кстати, Дугин. Вот, это время тоже было достаточно любопытное в 80-х годах, потому что, например, фотоклубы на западе вернулись репортеры, и, соответственно, начинают каким-то образом учиться видеть совершенно по-другому. вот, братья Булгаков, военный фотокорреспондент, работающий на внутренние войска в тот момент, на Нигератский военный округ, он начинает снимать, например, серию тщательно лицевая хирургия, и очень пронзительные работы, не боится снимать их. И снова медведников, естественно, перестройка, можно говорить на очень большое количество тем, которые раньше были не запрещены. И вот афганцы, одна из них, сразу появляется интерес, очень много публикаций, много репортажей сделано. И перестройка. Вы знаете, вот, смотрел сегодня и задумывался, это документальная фотография, которая сейчас становится документом. Документом того, что вся страна в едином поры стала опять как бы чем-то целым, на короткое время, еще на тему веры, которая уже исследуется осознанно, и по поводу погружения Людмила Иванова. Перестройка, снова масса. Вот этот разрыв от личного, да, как бы, от интереса к чему-то личному, глубоко трогающему, до общественного, где у тебя какие-то какие-то страсти, где личность не имеет никакого значения. здесь вот этот морячок, который смотрит, в море эти уголов очень хорошо пропадывает эту ситуацию конфликтно. и это тоже масса болит паука, тушанбэ. Просто непонятно, что происходит, но это напряженность. Колония начинает снимать Николаев, а Лебедев вот такая вот монтаж. Абсурд, в действительности. Это обычная работа. И мы подходим к концу последних две работы обстоятельства. Вот она личность в массе. Сейчас сложно уже говорить о том, что тогда происходило с людьми, ничего. Они желали чего-то лучшего и препятствовали каким-то изменениям. Мы все в том что время в этом участвовали. Но по сути сейчас это документ очень действительно документ. И не в коробке это документальная фотография. Потому что у меня очень остро воздействует как речня. и не понимает что происходило. Большое два вопроса вообще. Что с этими лозунгами единствами единственной надежды на спасение Родины и лоббану и голоду. То есть просто какие-то лозунги и все. Но только эта женщина в какой-то мере остается на этой фотографии дает внимание ее любопытство. Ну и последнюю цветную взял. Вы посмотрели сейчас черно-белых фотографий. К сожалению, количество цветных фотографий в советских периодах не очень большое и не очень большое выжимое количество фотографий. Естественно можно брать их из различных журналов. Но опять же я говорю, что в 70-х цветная фотография журналов была достаточно уже такой стереотипной. Темы были одни и те же. и скорее черно-белая фотография подарилась великим выходом на эмоциональность. А мы смотрим сейчас и переживаем документальную фотографию. Знаете, такая связка с кином? Недаром разговор о документальности в 60-х когда был связан с документальным кином. Только документальным кином. Документальное кино показывало фильм в развитии. А фотография всегда останавливала момент. Сергей Куревский. Новая музыка, новый фильм. Все изменилось. Сразу 90-е годы. Единственная фотография в 90-е годы. это ожидание чего-то другого. Совсем уже другого. Все изменилось. Все на белое изображение перешло на цвет. Цвет стал ярким. Жизнь 90-х тоже была яркая. И велась реклама. Множество фотографов, любителей, профессионалов не выдержало этого давления. и в 90-х ушло бизнес. Соответственно фотография к середине 90-х ну, например, там, Санкт-Петербургская на тот момент фотография она закончила ну, как-то не очень хорошо, потому что в 95-м, 96-м, 97-м году участвовало человек 15. Это был весь активный например активный группа фотографов, который еще что-то делал и высказывалось по поводу того, что происходило в стране. Это были документалисты и, соответственно, художественное представлятие в той или иной мире. Но в основном это все-таки был документ именно документалисты. чуть-чуть путаюсь. Документов там, конечно, не было. Там было ощущение, раздражательное ощущение от заявления, от переживаний людей. Ну, и, а дальше в 2000-е годы, в 2000-е годы все стало хорошо. Это, как вы знаете, стало мощным. в 2000-е годы. Но как вот эта форма цифровая память, на мой взгляд, буквально смыла историю фотографии советского битву, после войны фотографии советского битву. и ее интересно сейчас откапывать. Спасибо вам.